Ну, вопрос, конечно, больной, потому что раз-два в неделю я взлетаю. А если считать туда-обратно, то это прилично. А если считать, что вот было и сибирские гастроли, и дальневосточные гастроли, и летаем мы в Америку, летаем мы в Австралию. Ну, дело в том, я бы не относил случаи к системе целой, потому что мы, получив трагедию, мы сразу начинаем говорить о том, что может вообще поездами ездить или там на машине. Но не учитывая, что огромное количество трагедий случается и на железной дороге, и на дорогах с автомобилями. Но надо отдать должное, что, конечно, порода своей профессии. Мы, артисты, может быть, летаем чуть меньше, чем стюардессы или там летчики, потому что они же по смену, они же не летают каждый день. Конечно, волнение определенно есть, но, честно говоря, я в самолет вхожу, как в трамвай. У нас же бывают гастроли, когда мы каждый день взлетаем. Концерт-перелет, концерт-перелет. Конечно, летал и на этой несчастной авиакомпании. Беда всех авиакомпаний, вот вы сказали, трансаэры. Ну, трансаэры – это другая система. Они же разорились не из-за того, что самолеты у них. Кстати, я на трансаэры с удовольствием летал, потому что у них более-менее нормальная техника, так же, как у Аэрофлот. Ну, вот эти все компании мелкие, они обречены на риск по одной простой причине. Покупаются машины, как бы уже имеющие определенный износ, определенную биографию. А если у самолета биография длинная, то это волнительно, так как произошло и с этим самолетом. Мы, конечно, не можем загадывать, потому что впереди еще выводы, и комиссия решит, что это. Не дай бог теракт или поломка самолета, которая привела к этой жуткой трагедии. Но сколько нужно трагедии, чтобы обратить внимание на то, что мы идем таким жутким путем, покупая отбросы какие-то у наших друзей, которые как бы санкционируют все это. То есть, санкции, они вот аукнулись очень просто. Поддержанные машины, которые проходят свой, как бы, срок. Их же не ремонтируют на том заводе, где этот лайнер произведен. Самопальные детали какие-то, которые делают народные умельцы, они ведут к тому, что неизбежны какие-то трагедии. Пока не будем государство обращать внимание на то, что... Ведь раньше не было, как бы... Мы знали, что великий аэрофлот, мы садимся в машины, которые изготовлены у нас в стране. Вот, тушки там, Анны. И, во всяком случае, хотя бы знали, кто отвечает за это. У нас такая промышленность, у нас такие титулованные фирмы, которые работают в авиации много-много лет, много десятилетий. Неужели нельзя наладить, чтобы выходили наши самолеты? Наши, российские самолеты, чтобы мы не зависели от тех подачек и не зависели от тех нерадивых владельцев фирм, которые владеют вот новоришами, новыми какими-то... новыми авиапредприятиями, фирмами какими-то. Многих даже не знаешь. Неужели нельзя вернуться к аэрофлоту и под флагом российских авиалиний построить много наших кораблей и летать? Я считаю, что это самая главная задача. Какие бы ни были выводы комиссии, сегодня не самое легкое время в мире, особенно там, на Ближнем Востоке. Поэтому нужно исключить все какие-то параметры, которые могут привести к этому. А его величество случаев исключить невозможно. Мы будем знать буквально днями о том, что случилось. Но все равно я грешу на вот эти совершенно преступные действия, когда покупают подержанные машины и заставляют людей садиться и взлетать, не зная, что дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова